Слава Украине! Привет всем от Полонского! Добрый вечер! Вернуть все взад! Мечтают на России, и вы знаете, у них это отлично получается. Причем, ну вот когда этого не видишь, а так со стороны смотришь на этот взбесившийся лепрозорий, ну как-то так, улыбаешься-то и все. Но вот тут меня черт, или я не знаю, что дернуло, послушать спич какой-то там тетки из Российской Академии Наук. И как она отзывается о своих коллегах, Институт философии Российской Академии Наук, казалось бы, это их внутренние дела, плевать на них всех с высокой горки, но вы знаете, нет. Вот это просто надо слышать. Вот слушаешь этот спич, кстати, ссылочку на него в описании к данному ролику, как обычно, рекомендую послушать, особенно, да всем рекомендую, потому что среди нас уже никто не жил в 37-м году, да и мало кто жил в 53-м, да? По крайней мере, в сознательном возрасте. Так вот, спич такого характера, что в Российском Институте Философии, точнее, в Институте Философии Российской Академии Наук все предатели, все враги народа, им вообще не место в российской науке. А я вот слушаю это все дело, и вот знаете, вспоминаешь вот эти вот фильмы, старое документальное, там где 36-й, 37-й, там 39-й годы, вот эти вот годы, да, когда еще у власти были Ягода, попеременно, там Ягода, Ежов, скажите мне, Берия. И вот эти вот дела всяких врагов народа, когда одни на других наговаривали, вот эти вот пламенные речи коммунистов, молодых коммунистов и комсомольцев на судах, да, где обличали врагов народа, говорили, вот он враг народа, он там шпион, не знаю, там, аргентинской разведки, привет, аргентинский кокс. Английский шпион, английский шпион почему-то был очень популярен в тот момент. Кстати, заметьте, сегодня эти сумасшедшие, вот Дима, Димон этот алкогном, он тоже, у него же англосаксы во всем виноваты, или англичане. То есть, когда человек говорит, что виноваты англосаксы, все, уже там, я вам скажу, что это уже следующая стадия после аргентинского кокса, да, вот, это когда уже, значит, это уже, значит, зеленые человечки в голове, а потом англосаксы уже приходят, вот, и сразу за зелеными человечками после них. Да, так вот эта тетка сидит и видно, что она, ну, судя по морде там и по пинжнаку дорогому, значит, не меньше, чем какой-то там доцент или какой-то там ректор чего-то там. И, знаете, с такой ненавистью, вот смотришь, и пролетарская ненависть, то ли с 37-го года, то ли, дело врачей, 53-й год, по-моему, да, вот, поправьте меня, если я не прав, по-моему, 53-й год, когда не обличали, вот так вот пригвоздили к позорному столбу вот этих вот приспешников, вот этих вот английских шпионов, разоблачали их и все, и отправляли их, значит, кого на 25 лет в ГУЛАГ, а кого, значит, высшая мера пролетарской защиты. Я вот слушаю эту Тёпанцу, рекомендую еще раз говорю послушать, это же отограбили, это просто речь, знаете, на процессе над Зиновьем, над Каменевым, да, вот, над Троцким, правда, тот сбежал, поумнее было, его позже убили. Вот, то есть, вот когда судили Бухарина, например, да, это жуть просто. Они, вот эти все речи, это просто вот эта вот Тёпанца, которая вот там вот сидит, ну, это просто оттуда списано. Из этого всего понятно одно, нормальных людей там практически не осталось, те, кто остались, они мечтают как-то оттуда убежать, потому что вот жить, да, и она апеллирует, что их надо всех на, на этот самый, им не место в российской науке, их всех на, скажите мне, детектор лжи, их всех выкинуть. Вот, у меня только в связи с этим всем, вот, просто коллективным таким, знаете, сумасшествием, один вопрос, вот они расстреливать будут только вот, вот этих вот врагов народа, или же, знаете, было раньше еще такое понятие ЧСВР, член семьи, врага народа, да, вот, или ЧСВРов тоже, как говорится, к стенке поставят, как вы думаете.